Друзья, всем привет! Я снова на связи. На этот раз я решил отправиться в путешествие автостопом по Центральной Азии. Впереди много добрых людей, красивых мест и интересных моментов. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Здравствуйте! Прямо можете закинуть? А сейчас я летал во сне, вдруг увидел солнце. Все, мам, давай, пока, я поехал. Пока, мам. Больше часа ушло на то, чтобы пройти хост. Все, теперь выходим на Центральную дорогу и едем дальше. Это был сон, в котором я не прогорал ни о чем. Как мы едем? Ладно. Счастливо тебе, без обиды. Здесь фудзон. Я очень много фудзон. Сейчас постараюсь договориться с кем-нибудь. Меня забрали дальше. В путешествиях автостопом ты всегда в движении, как и в жизни. В этой беготне можно пропустить самое главное. Атмосферу, необычные вещи вокруг и маленькие радости у ног. Усен. После того, как я сел в машину, начался проливной дождь. С Меркеда Тараза мы доехали быстро. Спидометр не даст соврать. В Тараз я решил не заезжать и отправился прямо в Шымкент. На объездной трассе меня подобрал Усен. Он направлялся в Актребинск, на границу с Россией. Подъезжая к Шымкенту, я собрался выходить. Но Усен посоветовал остаться ночевать на стоянке. По его словам, бывало такое, что ночью на дороге без вести пропадали люди. Я решил не испытывать судьбу и с радостью согласился. Восемь часов, да, уже? День второй. После водных процедур и вкусного чая мы отправились в путь. Выехав на объездную, я попрощался с Усеном и отправился в Шымкент. Первое, что я увидел по приезду в город, была большая белая мечеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город Шымкент. Юг Казахстана. Самый теплый город Казахстана. Я живу в этом городе уже 35 лет. Люди здесь теплые, очень приветливые. Как наш город? Культурно-развлекательный, развивается. Третий мегаполис Казахстана. Наверное, в Кыргызстане многие знают наш город. Нам тоже нравится Исеколь, Кыргызстан. Шымкент я прошел. Сейчас еду на границу Узбекистана с Казахстаном. Прошел до приграничного города Сарараш. Сейчас буду проходить казахско-узбекскую границу. Для информации, Узбекистан не пустят с ID-картой. Здесь обязательное присутствие от загранпаспорта. Хорошо, что я его взял. Прошел границу, иду сейчас по улицам Узбекистана. Первое бросается в глаза, это однотипный транспорт. Вот такие машинки. Их тут очень много. Красиво посажены деревья. Сейчас Ташкент, центр столицы, да? Гостеприимный город Ташкент. Гостеприимный? Да, гостеприимный. У нас все хорошо сейчас. Все хорошо, честное слово. Сейчас пизда тоже хорошая. Это возьми. Не надо мне. Нет, возьми, отдуши, покушай. Нет, отдуши. Нет, отдуши. Я тоже машина в Польше еду, в Германию, в Литве еду, да? У меня тоже. Я не буду деньги прятать потом. Вот возьми, отдуши, дай. Ты меня и так повезешь? Мой номер напиши. На всякий случай. По приезду в Ташкент меня встретил мой товарищ Айбек. С предложением прокатиться на метро и посмотреть на ночной город. Мы с Айбеком приехали на сквер Амира Тимура. Вот это он, да? Да. Символ Ташкента, да. Вон там куранты которые. Ага. Это символ вообще Ташкента. Ночной Ташкент. Теплый ветерок, улыбчивые люди, кругом гирлянды, подсветки, ремесленники и их сувениры. Мне здесь очень понравилось. После прогулки по городу Айбек пригласил к себе в гости, где познакомил меня со своей семьей и Стивом. Ну все, день был сложный, нам пора отдыхать. День третий. Утро началось с завтрака в пятером. Стив, сидя под столом, периодически напоминал о себе. Он напоминает о тебе. Он напоминает, да. Кстати, у него есть своя инстаграм страница. Добрый мальчик. Айбек, спасибо тебе и твоей семье за теплый прием. А деньги мне не понадобятся. Я поехал дальше. Самарканд. Ухара. Уже больше трех часов иду по Ташкенту, вышел за черту города. Здесь еще жарко. Я представляю, что здесь лето. Сейчас уже середина октября. А я вот в футболочке, мне жарко. В Кыргызстане эта река называется Нарын. Начало там, наверное? Начало, да. В Сибуле. Ну давай, счастливого пути тебе. Добраться до Самарканда. По желанию Бухару. А там уже, как говорится, до дома добраться. Сар Саламат, как говорится. Хорошо, спасибо. Давай, счастливо. Несколько советов о том, как нужно останавливать машины. Во-первых, нужно учитывать место, на котором ты тормозишь транспорт. Оно должно быть удобным. То есть, должно быть какое-то пространство для того, чтобы машина припарковалась. И не стоит еще тормозить машины, как правило, на развилках. Потому что это места скопления таксистов. То есть, люди там останавливаются, чтобы заработать. Соответственно, оттуда уехать без денег будет намного сложнее. Спасибо. Да, одного хватило бы. Я направился в Самарканд. Но оказалось, что раз убег, едет до самой Бухаре, конечной точки моего путешествия. Мне как раз туда и надо. Было принято решение держать курс прямо до Бухаре, проехав Самарканд. В дороге много разговоров о жизни, о душах. Такие знакомства и беседы особенные. Здесь ты прощаешься по-настоящему, не как в обычной жизни. Понимая, что вероятнее всего, вы больше не увидите друг друга. В 4 часа утра я только дошел до города Бухара с объездной. Вот она надпись. Вот. Ассаламу алейкум. Я без денег. Без денег? Да. И дальше в город еще идти где-то 4 километра. Пройдя еще немного путей, я почувствовал усталость. Пора отдохнуть. Тихий парк – идеальное место для ночлега. Так, по этой тропе мы идем в парк имени Мирзо Лукбека, где находится амфитеатр, трамтеатр. Время 7 утра, нужно умыться, привести себя в порядок после сна в палатке. По пути к старому городу я подошел к этому дедушке с вопросом, где здесь колонка с водой? На что он позвал меня за собой. Что было дальше, смотрите сами. Кроме добрых людей в Бухаре есть многовековая история. Даже не верится, что сам Марко Поло когда-то гулял по этим улицам и делал записи, чтобы рассказать об этом миру. А сейчас я делаю примерно то же самое, только для своей небольшой аудитории. Город пропитан древностью. Узкие кварталы, купола над головой, старые глиняные кувшины, искусная резьба по дереву, украшенная веками и знаменитый бухарский минорет. Минарет Колян – одно из самых древних и высоких построений города. Город зеленый и чистый. В путешествии еда отступает на второй план. Самое главное – это вода. Поэтому я не упустил возможности обновить свои запасы. Прогулки по старому городу оставляют приятные впечатления. Каждое построение, каждая стена, каждый узор и каждый житель несет в себе историю древней Бухары. Как зовут? Сирмак. Сирмак. Тебя как зовут, брат? Сирвичбек. Сирвичбек. Хорошо. Вы знакомы. Меня подобрали и решил попустить шашисту. Не удаляйся. Емсечка. Мир борь и уснуть. А? Да. Сирвичбек. Какой же? Мир борь. Мир борь, что же? На веру. В моменте у меня упустили. У меня спятый. Мир борь. Вот, какой? Сирвичбек. Горь,onsieur. мухара спасибо едем самарканд конец первой части впереди вторая часть которая обещает быть не менее интереснее 1 друзья у меня к вам вопрос не думали ли вы попробовать также путешествовать автостопом если да то напишите в комментариях куда бы вы хотели поехать буду очень благодарен за подписку и комментарии спасибо за просмотр всем пока